Инфляция, дефолт и обычная спекуляция, что происходит с российским рублем и к чему готовится кировчанам. Мнение экспертов. На чем будем экономить? На неделе депутаты областного ЗАГС Собрания поддержали в первом чтении проект бюджета на следующий год. Дефицит областной казны составит 3 миллиарда рублей. А снежные глыбы все падают. За несколько дней в Кирове были травмированы два ребенка. Кто виноват и что делать, в особом случае разбирались наши корреспонденты. 7 дней из жизни Кировской области. Факты, персоны, цифры. Здравствуйте, это программа Вести события недели. Что происходит с рублем? Это, пожалуй, главный вопрос прошедшей недели. За короткое время валютный курс рубля показал столь сильные колебания, что забеспокоились не только финансовые спекулянты, но и простые граждане. Эксперты считают, что на рынке развились девальвационные ожидания. Они появились, когда доллар прошел психологически важную отметку в 40 рублей и с тех пор продолжает усиливаться. И чем выше цена на доллар, тем больше спрос. Простые россияне еще помнят времена дефолта и покупают валюту не потому, что она нужна, а в надежде сохранить сбережения от обесценивания. Еще одна причина – желание заработать, купить валюту по низкой цене и продать по более высокой. По мнению ряда экономистов, то, что мы сейчас наблюдаем, это типичный финансовый пузырь. По этому поводу есть сейчас два диаметрально противоположных мнения. Это мнение Сергея Глазьева, советника президента Российской Федерации, который считает, что самый лучший способ борьбы с инфляцией и в целях обеспечения макроэкономической стабильности, необходимо зафиксировать курс рубля на разумном уровне, на обозримое время, неопределенное для спекулянтов. Это вот одна точка зрения. Есть противоположная точка зрения по данному поводу Алексея Кудрина, экс-министра финансов, что сейчас происходит. С его точки зрения сейчас надо использовать рыночные инструменты и переходить к плавающему курсу рубля, прям не дожидаясь следующего года, просто немедленно, прямо сейчас. Ну вот мы, например, сторонники первой точки зрения, то есть советника президента Российской Федерации Сергея Глазьева. Почему? Потому что у Центрального банка есть все имеющиеся необходимые рычаги, есть опыт, то есть отработаны механизмы, как зафиксировать курс рубля. Изначальное ослабление рубля имело фундаментальные причины закрытия внешних рынков в результате геополитического обострения и снижения цены на нефть. Сейчас же наблюдается самостоятельная тенденция, которая во многом носит спекулятивный характер. К концу первого квартала 2015 года все равно ситуация должна стабилизироваться. Почему? Потому что в политическом плане мы сейчас видим, вот буквально сегодня заключаются договоры по поставкам и авансным платежам по газу, то есть какая-то стабильность намечается. И второе, что касается санкций, мы так считаем, что международный бизнес все-таки все эти санкции разрушит. Почему? Потому что экономический рост и международный бизнес не остановит в своем развитии. Банк России уже заявлял ранее, что будет следить за курсом рубля только в том случае, когда от него будет зависеть уровень инфляции в стране. А это значит, дефолта больше никто не допустит. На неделе оптимизма не добавили и итоги первого обсуждения проекта областного бюджета в законодательном собрании. Дефицит бюджета запланирован в пределах 3 миллиардов рублей. Доходная часть 38 миллиардов, расходная 41. Как и в нынешнем году, более 60% всех расходов потратят на социальную сферу. Но введен режим экономии. Не в полном объеме запланированы расходы на выплату зарплат бюджетникам, меры социальной поддержки граждан, взносы в ФОМС и субсидии ресурсоснабжающим предприятиям. Наибольшая экономия коснется структуры госуправления. Будет продолжена работа по привлечению федеральных средств, а вот займы и, следовательно, госдолг области будет сокращаться. В следующем году планируется значительно снизить бюджетный дефицит. Планы правительства по традиции вызвали вопросы участия депутатов. Ряд законодателей считает, что принимать такие меры надо было раньше. Я не знаю, Владислав Николаевич, о чем вы говорите, когда говорите о хороших годах. Мы каждый год слышим одно и то же. То есть мы каждый год, когда начинаем формировать бюджет, говорим о том, что действительно крайне сложная ситуация, сложнее мы еще не сталкиваемся. Причем проблема-то ведь не с доходами. Проблема с расходами. Собственно, если вы посмотрите по динамике доходов, у нас доходы растут. Они у нас растут даже в самые тяжелые периоды. Просто расходы растут быстрее. Расходы, подчеркиваю, связаны с социальными обязательствами. В итоге большинство депутатов поддержали проект бюджета в первом чтении. Обсуждение главного финансового документа области продолжат на следующем заседании ОЗС. Еще одной дискуссионной темой законодателей стали поправки в закон о местном самоуправлении. Главное, что не устраивает парламентария в законопроекте, это остающиеся двоевластие в районах области. Этот вопрос плотно завязан на экономике, и потому был весьма важен в свете утверждения проекта бюджета на следующий год. Подробнее Андрей Дозорцев. Вопрос с так называемым двоевластием в районах наболевший. Как говорят депутаты, два руководителя – это и конфликты между ними, и перекладывание ответственности друг на друга. Кроме того, дополнительный глава – это дополнительные траты из бюджета. Будет экономия, причем немаленькая экономия. И считали, по-моему, чуть не 200 миллионов экономии. У нас цифра, по-моему, звучала. Это за пять тысяч. Николай Коев готов поспорить с депутатами. Он утверждает, при объединении двух должностей никакой экономии не будет, потому что в этом случае у главы появится первый заместитель. Когда с 2001 года я был в Голубевском районе, у меня был первый зам и четыре заместителя. Если я уходил в отпуск, заболевал, мою должность занимал, первый заместитель. А вы не заместитель готовы? Нет. Коллеги, коллеги, не один из заместителей, еще раз подчеркиваю. Это же была система работы, я в ней работал, коллеги. Если вы так работали, то не факт, что это правильно. Хуже делать не будет, это точно. Вот хуже точно не будет. Но то, что мы сэкономим порядка 40-50 миллионов в год, вот это факт. Точку в спорах, по словам представителей регионального правительства, должны поставить те, кого изменения касаются в первую очередь муниципальные депутаты. Опросить и провести думы на местах с тем, чтобы депутаты на месте определились, а как нужно в районе работать. Мое предложение на самом деле поддержать Николая Петровича и дать возможность подготовить законопроект о выборах в органы местного самоуправления. Отдельный закон о выборах глав парламентариям правительство предлагает принять в следующем году после обсуждений. А пока оставить все как есть и утвердить предлагаемые изменения. Однако депутаты с таким подходом не согласны. Что будет в 2015 году, никто ничего не знает. Сейчас проблема есть, и сейчас надо ее решать. А этим законом мы проблему не решаем. Опасности, я вообще понять не могу. Что, замылят, заболтают, не в них внесут? Не в них заболтают, я вам сейчас только сказал. Так выборы-то будут в марте 2016 года. Выход из ситуации на заседании комитета депутаты все-таки нашли. Было принято решение рекомендовать пленарному заседанию принятие законопроекта пока только в первом чтении. А ко второму подготовить ряд поправок и еще раз узнать позицию муниципальных депутатов. Андрей Дозорцев, Владимир Подлевский, Хвести, Кировская область. Громкие кадровые перестановки на неделе также были связаны с ЗАГС Собранием. Владислав Гукасов заявил, что он уходит с поста заместителя председателя областного ЗАГС Собрания. Причина отставки, по его словам, несогласия по многим вопросам с председателем областного ЗАГС Собрания. Добавим, что Гукасов намерен продолжать работу в ЗАЭС в качестве рядового депутата. Еще одной темой недели стал уход с поста главы администрации города Кирова Дмитрия Дранова. Этот вопрос обсуждался на очередном заседании Кировской городской думы. Дмитрий Драный написал заявление об уходе по собственному желанию. Напомним, главой администрации он проработал три года. Общим решением депутатов его отставка по собственному желанию была принята. Человек принял решение привлечь какие-то свои планы, поэтому депутаты это решение приняли и поддержали. Исполнять обязанности главы администрации будет первый заместитель Александр Преснецов. Через две недели пройдет очередное заседание городской думы, на котором планируется объявить конкурс на замещение вакантной должности главы администрации города. Напомним, что условия конкурса усложнили. Увеличен срок работы на госслужбе, также кандидат должен будет пройти собеседование, тесты и написать реферат. А сейчас вновь немного интересной и познавательной арифметики. На неделе фонд общественное мнение обнародовал результаты опросов молодежи на тему. Хотели бы вы продолжить образование и получить дополнительные навыки? Итоги получились неожиданны. В стране, где долгое время национальной идеей был девиз «учиться, учиться и учиться», молодежь получать новое знание больше не хочет. Только 27% молодых людей сообщили, что поучились бы еще. 2% уже получают дополнительное образование и 66% учиться больше не хотят. Образование сферы очень консервативное и меняется медленно. За прошедшие 200 лет формат преподавания в университетах мира изменился мало. Но в ближайшее время формы обучения студентов могут кардинально поменяться, уверены эксперты. Например, уже резко выросла популярность открытых онлайн-курсов. И кировские студенты не отстают от общих тенденций. На неделе они приняли участие в эксперименте Министерства образования, сдали ЕГЭ по русскому языку в электронном виде. ЕГЭ почти как в школе, но уже не надо беспокоиться о результатах. Да и знания еще свежи, и обстановка гораздо спокойнее. В школе было намного страшно. Было так волнение очень сильно. А сейчас это как-то прошло. Не так страшно было. Миноборнауки планирует постепенный переход с письменной формы сдачи экзаменов на электронную. Студенты-первокурсники уже оценили плюсы и минусы предполагаемого новшества. Намного удобнее, чем письменная сдача ЕГЭ, потому что можно вернуться обратно к ответу. Если в банке по ЕГЭ было ограниченное количество ошибок, то здесь можно несколько раз вернуться и исправить свой ответ. Но в то же время глаза очень сильно устают. В ВИАДГУ к апробации новой модели готовились в сжатые сроки. Утвержденные списки студентов и данные для входа в систему получили лишь накануне. Интернет-тестирование первокурсников должно показать, жизнеспособна ли новая модель проведения аттестации. Проверка студентов, на мой взгляд, это второстепенная задача. Тем более нет никакой поставленной задачи, чтобы сравнить, как они сдали свой ЕГЭ летом и как они сейчас показали свои знания. Мы точно в университете не будем делать никаких выводов по результатам. Отметим, что уже в следующем году в нескольких регионах школьникам предложат сдавать на компьютере ЕГЭ по информатике. А затем практика может распространиться и на остальные предметы. Валентина Палкина, Вячеслав Голиков, Вести Киров. Ну а для кировских школьников сегодня актуален вопрос не о том, продолжает ли учебу, а о том, где учиться. Как бороться со стереотипом о том, что в нашем регионе нет перспектив для молодежи. Эту тему губернатор Никита Белых обсудил на личной встрече с лучшими учениками Кировского экономико-правового лицея. На встрече с губернатором собралась интеллектуальная элита КЭПЛО. Проблемы, которые были затронуты, самые наболевшие. Как выяснилось, мало кто из лицеистов собирается получать высшее образование в родном городе. Одаренных детей интересует возможность обучения в высшей школе экономики, МГИМО и МГУ. Возможностей в Москве там, конечно, побольше. Даже в плане будущего трудоустройства известно, что с таких хороших московских вузов, с третьих курсов забирают уже поработать в такие большие, хорошие компании. Я даже допускаю, что я могу вернуться и в свой город потом продолжить уже профессионально работать. Совершенно не устраивает ситуация, когда лучшие ученики, а ты, безусловно, относишься к этой категории, принимают решение учиться за пределами Кирова, причем, ну или Кировской области. При этом я понимаю, когда человек уже точно определился с какой-то специальностью или направлением, которого здесь просто не представлено, то есть тогда он в этом случае, как правило, уже точно знает, какой вуз, какая специальность он сопротивляет. Но когда звучит какой-нибудь московский вуз, то есть, ну вот это, честно говоря, сильно там задевает. Задело и мнение, которое прозвучало на встрече, что в Кирове нет перспективы для развития в любом плане, не только в сфере образования, но и культуры. В гуманитарной области им просто нет развития. Кировская область, она такой довольно застоявшийся регион на плане, что, ну, по сути говоря, у нас даже библиотеки наши никак не прогрессируют. Поспорить с этой точкой зрения можно, но нужно ли, по мнению губернатора, все упирается в стереотипы и само нежелание юных кировчан увидеть перспективы в развитии Кировского региона. Надо, соответственно, понять, как выстроить работу, ну, может быть, уже там не с этими людьми, которые здесь сидят, да, они уже как-то себе решения некие сформировали, а с будущими поколениями. Потому что, как говорится в известном анекдоте, с таким настроением слона не продать. То есть, если вы там изначально исходите из того, что здесь нет перспектив и, собственно говоря, делать здесь нечего, да, то будет очень сложно убедить вас в обратном, да. В том, что ребята хотят получить качественное образование, нет ничего плохого, отмечали взрослые. Главное, чтобы вернулись. Директор Кэппла Нарижда Александровна предложила, как вариант, работать адресно, индивидуально, с каждым выпускником. Мелана Поварницына, Руслан Быкасов, Вести, Кировская область. В эфире итоговая программа «Вести Кировской области. События недели». Смотрите во второй части выпуска. А снежные глыбы все падают. За несколько дней в Кирове были травмированы два ребенка. Кто виноват и что делать? В особом случае разбирались наши корреспонденты. В Кировской области напишут летопись вятской семье. В специальный альбом войдут истории самых счастливых семей нашего края. Вы смотрите программу «Вести. События недели». Мы продолжаем. О том, что еще важного и интересного произошло за минувшие семь дней, расскажем в нашем кратком видеообзоре. В понедельник в Кирове открылись лихановские чтения. В этом году они прошли под девизом «Быть человеком на земле». В течение двух дней в кировских учреждениях культуры были проведены творческие лаборатории и уроки толерантности. А в первый день чтения состоялось награждение лучших библиотекарей и учителей, прививающих детям интерес к книге. Им вручили премии имени Альберта Лиханова. Во вторник ледяной дождь спровоцировал десятки ДТП. Только в Кирове утром произошло более 20 ДТП. В Советском районе столкнулись 4 автомобиля. В аварии пострадали 3 человека. В Амутнинском районе произошло ДТП с участием трех грузовых автомашин. В среду в Кирове состоялось вручение почетного знака «Педагогическая слава». Эта региональная награда была учреждена в 2010 году и вручается 50 лучшим педагогам области. У каждого из них за спиной десятки лет педагогического стажа. Треть из награжденных учителей работают на селе. В четверг губернатор Никита Белых встретился с чемпионкой мира Ириной Сухинской. Девушка уже 8 лет занимается современным пятиборьем и входит в юношескую сборную России. В этом году Кировчанка стала победительницей чемпионата мира в Биатле. В пятницу в Кирове стартовал 9-й международный турнир «Звездочки дзюдо» в России. Соревнования пройдут в течение трех дней в Кировском дворце единоборств. На участие в турнире заявились представители 25 регионов России, а также сборные команды Латвии, Эстонии, Абхазии, Южной Осетии и Казахстана. На неделе была поставлена точка в очередном деле Киров-Леса. Бывшее конкурсное управляющее предприятие Владимир Перминов проведет два с половиной года в колонии общего режима. Его поймали на взятке в один миллион рублей. Еще одно громкое дело только начинает раскручиваться. На неделе в Кирове состоялось первое слушание по иску одного из вкладчиков компании «Русинвестгрупп». Напомним, месяц назад компания внезапно прекратила свою работу, оставив в недоумении и растерянности несколько тысяч вкладчиков в нескольких городах России. Система работы с гражданами была проста. Людям предлагали вложить средства под общие дивиденды. Когда вкладчики в очередной раз пришли в офис компании за дивидендами, офис оказался закрыт. Кировчанин Евгений Дрожачик одним из первых обратился с заявлением в полицию и в Союз по защите прав потребителей. Дело наконец-то дошло до суда. Считаем, что данное правоотношение подпадает под защитой прав потребителей, поскольку оказывалось некачественным финансовым услугам. Значит, в связи с этим, просто мы дарим наши требования в полном объеме. На заседании суда представители компании не явились, однако суд состоялся. Судья удовлетворил требования истца в полном объеме. В Ленинском районном суде назначено еще несколько процессов по делу «Русинвеста». Сейчас главный вопрос, когда и каким образом вкладчики смогут получить свои деньги обратно. Еще одна самая обсуждаемая тема недели. В течение трех дней в Кирове упавшие с крыши снежные глыбы травмировали двух детей. В первом случае ребенок получил очень тяжелые травмы. Сюжеты об этом ЧП показали все федеральные каналы. А в администрации города состоялся жесткий разговор с представителями управляющей компании. «Посмотрите, во что превратились дворы после первого снегобада. Люди исправно платят управляющим компаниям за то, чтобы удобно и комфортно проживать на своей домовой территории. Куда эти деньги идут, если вы не можете обеспечить элементарную безопасность этих людей и, самое главное, наших детей». Этот заданный тон встречи не случайен. На прошлой неделе метель и снегопад парализовали любые передвижения кировчан во дворах. Люди не могли выйти из подъездов, заваленных снегом. Нелегко пришлось и автовладельцам. Резкое потепление добавило новых опасностей. Начался сход снега с крыш. 28 октября днем на улице Грибоедова снежная глыба упала на закрытую детскую коляску, в которой находился полуторагодовалый ребенок. На скорую он был доставлен в больницу, где врачи констатировали у него черепно-мозговую травму, ушиб передней брюшной стенки, ушиб мягких тканей головы и перелом свода черепа. Мальчик был доставлен в областную травматологию. «На сегодня состояние ребенка удовлетворительное. Он в сознании, активно играет, кушает. Разрешили ему вставать на ноги, ходить по палате. При заделении реанимации он переведен в общую палату в детское отделение. Там за ним ухаживает дедушка». В прокуратуре сейчас поставлен вопрос о привлечении к административной ответственности управляющей компанией, обслуживающей дом. Также следователи разыскивают очевидцев, которые были в данный момент на месте происшествия и просят их оказать помощь в проводимом расследовании. «Это у Калининского района города Кирова. Действитель данной компании вызван для решения вопроса о возбуждении дела об административном правонарушении. Соответственно, действующим законодательством крыши домов должны по мере необходимости очищаться от накоплений снега и от льда сосулек. Ну и не допускается, есть единственное такое ограничение, не допускается накопление более 30 сантиметров». 30 октября случилось новое ЧП. На улице Большего подснежной лавиной упавшей с крыши вновь оказался малолетний ребенок. Приехавшие на вызов медики зафиксировали у ребенка ушиб мягких тканей головы без вреда здоровью. По статистике, за один день 5-7 кировчан получают травмы от гололеда именно во дворах и около собственных подъездов. «Неужели вы не в состоянии определиться с теми крышами? Вы же не первый год занимаетесь, которые у нас ежегодно имеют возможность притаяния схода снега. С плоских крыш нет, все скатные крыши взять под контроль. Если вы не успеваете убрать, оградите эти места, обозначьте эти места, но этого не делается». На встрече с коммунальщиками глава города дал четко понять, контроль со стороны власти будет усилен. Жесткие меры будут приниматься каждому, если подобные ЧП повторятся вновь. Представители управляющих компаний в дискуссию с властью вступать не стали и всю встречу просидели безмолвствуя. На неделе в Кировской области завершился первый в истории ПФО окружной слет поисковых отрядов. Опыт своей работы представили команды из всех 14 регионов Приволжья. Кроме того, ребят ожидали сложные конкурсные испытания. С места событий наш следующий репортаж. «Это своеобразный экзамен на знании основ военной археологии. Теорию ребята изучили хорошо, однако практические приемы нужно отработать до автоматизма. Во время экспедиции в полевых условиях это будут реальные останки бойцов. Эксперты уже заметили типичные ошибки». «Зачистка начинается не сверху, то есть слой за слоем сверху снимается, а бывает с краев начинают снимать. Но это в принципе влечет за собой то, что если боец лежит, у него могут осыпаться ребра. То есть если вы сверху зачищаете слои, то это устраняет, скажем так, осыпание останков». «Все ошибки, которые допустили команды, разбирались тут же, и не только по методике раскопок. Важно знать правила техники безопасности и уметь оказать первую медпомощь. Не у всех получается, но судьи и не ставят задачу завалить во время задания. Главное научить все делать правильно. Многие в поисковом движении недавно и мечтают о первой полевой экспедиции». «Знать прошлое своих дедов, прадедов для меня очень это интересно. И передать это все дальнейшему поколению, чтобы они так же это помнили, так же гордились. И у них было патриотично в сердцах». На слюте обсуждали и новые методики работы. Космическое сканирование территории. Создание банка биологических данных прямых наследников пропавших без вести солдат. Чтение медальонов с использованием современных технологий. Проблема опознания одна из самых острых. Поскольку документы в войну заполнялись на слух, часто с ошибками. Уже разрабатывается программа, которая автоматически будет предлагать различные варианты имен и фамилий. «По адресу и по месту проживания супруги, указанной в документах, или родителей, человек понимает, что данные его числятся в пропавшем без вести, но он увековечен в документах под совершенно другой фамилией, именем. И начинается дальнейшая работа, уже доказательная база, что это именно является его родственником, который до этого числится в пропавшем без вести». Говорили на слете и о проблемах, с которыми сталкиваются поисковики. «Подготовим перечень поручений, которые будем пытаться реализовать с точки зрения как одного из организаторов этого мероприятия. Мы понимаем, что необходимо включение административного ресурса аппарата полномочного представителя Российской Федерации, а значит и администрации президента для этого нужного и очень нужного направления работы». На церемонии закрытия и слета были награждены победители конкурсных испытаний. Кировчане стали призерами в нескольких номинациях. «С этого момента можно сказать, что открыта новая страница в истории поискового движения Приволжского федерального округа, когда наши поисковики уже не разрозненные организации по регионам, а достаточно сплоченная, единая команда. Потому что те дни, когда войсковые отряды здесь работали, люди успели познакомиться, подружиться, обменяться опытом». Гран-при слета никто не забыт. Сертификатное финансирование поездки в экспедицию вахты памяти получила команда из Мордовии. Валентина Палкина, Руслан Бекасов, Вести, Кировская область. В Ветском художественном музее открылась выставка «Петербургский дуэт». Экспозиции объединяет работы двух керамистов – Татьяны Новоселова и Вячеслава Швецова. Кировскому зрителю художники представили около 140 произведений, из которых особый интерес вызывает керамические скульптуры. 2014 год уже запомнился любителям современного керамического искусства выставкой художника Владимира Гориславцева, яркого представителя Ленинградской школы керамики, известного новатора среди керамистов. В этот раз свои работы привезли художники следующего поколения – ученики Гориславцева, Татьяна Новоселова и Вячеслав Швецов. Они подхватили идею о том, что керамика может существовать как самостоятельное искусство. По словам Вячеслава Швецова, этот материал открывает художнику большие возможности – и пластические, и цветовые. Я умею делать и чайники, и вазы, и горшки, но я почувствовал, что вот здесь мое сердце, понимаете, в горах мое сердце, вот именно в этом направлении. И именно, ну как вам сказать, вот то, что мой стиль, я очень долго с этим работал, и сейчас меня уже узнают и в Петербурге, и в Европе, вот именно по этому стилю. Вячеслав Швецов смело идет на эксперименты. В его работах шамотная глина гармонично сочетается с деревом и металлом. Художник соединяет и разные жанры, например, керамику и живопись. Широк диапазонный для творческих размышлений. С помощью керамических скульптур автор раскрывает библейские образы, тему любви и материнства. Творения Вячеслава прекрасно дополняют работы Татьяны Новоселовой. Они вместе идут по жизни, Вячеслав и Татьяна супруги, и выставляются тоже сообща. Конек Татьяны – архаичные композиции, образы из античности и средневековья. Тем, кто увлекается керамикой, будет интересна и техника восстановительного обжига, в которой работает художница. Это глазурованные изделия и покрытые, плюс еще специальной восстановительной глазурью и проведен специальный восстановительный обжиг. То есть, когда из окислометалла восстанавливается чистый металл. И вот здесь куски меди, содержащие вот этой глазури, они очень красиво дополняют какую-то нашу эстетическую или философскую идею. Можно сказать, что ради занятия изобразительной керамикой художники изменили свою жизнь. В свое время Татьяна и Вячеслав переехали на окраину Санкт-Петербурга в частный дом, чтобы иметь свою мастерскую и собственную печь для обжига. Сейчас в районе, где живут керамисты, образовалась деревня художников. Супруги признаются, для них это была своего рода жертва. Но чего не сделаешь ради искусства. Увидеть выставку «Петербургский дуэт» можно будет в Вятском художественном музее до 14 декабря. Юлия Шалаева, Валерий Никулин, Вести, Киров. В Кировской области напишут летопись вятской семьи. Этот необычный проект реализует группа энтузиастов из числа кировской молодежи. В летопись войдут истории самых счастливых семей нашего края. Как создается необычный альбом, расскажет Милана Поварницына. Вместо кабинета тепло и уют, домашние обстановки и вопросы о взаимоотношениях супругов и воспитании детей здесь задают не журналисты. Долгожители брака интервьюируют самые благодарные слушатели – молодые пары. Так в нашем крае пишется летопись вятской семьи. В день рождения свой дети дарят мне цветы. Как бы благодарность за то, что я вот есть мама. Это им доставляет удовольствие, там поспорить, какие цветы купить, там посовещаться. И вот приходить маме в свой день рождения дарить цветы. Вот я тоже считаю, что когда особенно мужчина вводит такую красивую традицию для женщины в семье, я думаю, что и мальчики, которые воспитываются в такой семье, они обязательно потом будут дарить цветы своим женам, своим девушкам, своим подругам. А такая традиция, как семейное чтение, многое дает детям. У них нет привязанности к компьютеру. Зато формируется хорошая привычка – вместе с родителями выбирать книги, читать, обсуждать прочитанное и ценить классику. Конечно, иметь в семье столько детей – тяжелый труд, которому нужно быть готовым обоим супругам. Здесь тоже есть свой секрет, как сохранить теплые семейные отношения. У меня пожелание молодым семьям не держать проблемы в себе, а садиться на супружеский совет и проговаривать все, что не устраивает каждого. И находить возможности, пути решения того, что не устраивает, пробовать себе что-то менять, и жизнь будет потихоньку отлаживаться, если люди хотят сохранить семью, если они любят друг друга. Таким образом, летопись вятской семьи – это семейное знание на путстве и истории. Первый альбом с историями, советами и фотографиями 12 крепких и опытных семей Кировской области был создан в 2013 году командой Вятского фонда Александра Невского. В настоящее время, к сожалению, утеряна нить передачи опыта между семьями опытными и семьями молодыми, как мы сейчас. Раньше бабушки и дедушки делились своими знаниями, своими навыками, опытом. И поэтому вполне естественно, семьи молодые уже знали, что перед ними предстоит, какой путь и к чему они должны готовиться. На сегодняшний момент перед нами стала задача, чтобы этот опыт драгоценный по крупицам собрать и его в свою жизнь применить. В этом году проект реализуется уже при поддержке полномочного представителя президента в ПФО – Управление по делам молодежи и Союза женщин Кировской области. Планируется, что количество семейных интервью в альбоме вырастет до 50. Очень здорово именно видеть то, что семьи эти есть на самом деле, то, что их не так и мало на самом деле. И то, что они счастливы, у них все здорово, все прекрасно. И естественно, это как-то отложится в будущем нашей жизни, потому что мы это не просто где-то читаем, где-то смотрим, и что-то там еще. Мы общаемся с живыми людьми, с живыми семьями, и это заставляет нас думать и как-то сделать какие-то изменения над собой. Милана Поварницына, Владимир Подлевских, Игорь Охотников, Вести, Кировская область. На этом все. Спасибо, что были с нами. Увидимся, как обычно, через семь дней. Всего доброго. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»